Ну что же, всех приветствую, давайте мы сегодня поговорим о нежности. В прошлый раз мы говорили о злости и в общем-то довольно сильно туда пошли. Вот, теперь я предлагаю немножечко поговорить о нежности, потому что, как мне кажется, нежности уделяется вообще очень немного внимания, вот, в основном фиксируется на негативных чувствах, потому что это то, что составляет запрос клиентов, людей, вот, то есть все говорят, что мне делать со злостью, что мне делать с агрессией, что мне делать с обидой, вот, но никто не говорит, что мне делать с моей нежностью, вот, и причин у этого несколько. Первое, то, что в нашем обществе вообще нежность стала немножко порицаться, вот, нежности избегают, по моим личным наблюдениям нежности бояться проявлять, вот, и, как и многих других чувств, ощущений, нежность предпочитают закрывать какими-то другими чувствами, порой даже негативными, то есть можно легко представить себе ситуацию, это очень страшно, когда человек, чувствуя нежность кому-то, в общем-то, выбирает злиться, лишь бы только вот эту нежность не заметили. Вторая причина, по которой о нежности, на мой взгляд, говорят мало, заключается в том, что ее довольно сложно заметить. Нежность – это не то чувство, которое поглощает полностью. Нежность – это не то чувство, которое полностью овладеет человеком. Нежность – это то чувство, которое, в общем-то, так робко стучится в дверь, и если не открывают эту дверь, вот, нежность, то нежность, в принципе, уходит. То есть нежность – это чувство, которое нужно заметить. Проблема заключается в том, что нежность – это в какой-то степени квинтэссенция переживания чего-то очень такого, очень личного, очень ценного, очень ранимого, очень откровенного и искреннего, но при этом, при этом все в контексте другого человека. И для неподготовленного лица, то есть для того, кто неподготовлен к этому, этот опыт может быть весьма и весьма необычным, неожиданным. Ну, я бы, наверное, не сказал, что он неприятным, но, скорее, вот, чем-то таким, да, чем-то таким, чего бы хотелось избежать, от чего бы хотелось как-то уйти, как-то скрыться, потому что не всегда понятно, что с этим делать вообще. Вот, это вот такая история, которая, которая часто обезоруживает. На самом деле, нежность – это переживание чего-то очень ценного в человеке, но вместе с этим еще и дающее ощущение, совершенно неважно, насколько это правда или нет, дающее ощущение ранимости. Как-то ощущение, что это ценность, вот то ценное в человеке, да, что есть. Очень ранимо, очень неустойчиво и очень легко это как-то, как-то вот потерять очень легко, забыть легко это, ну, перестать видеть, перестать видеть, можно вот такую формировку сказать. И основная направленность нежности именно в том, чтобы подчеркнуть, чтобы заметить, чтобы заметить, вот это, ну, это ощущение, чтобы заметить его, потому что кажется, что еще немножко, еще, еще чуть-чуть и ускорбить, вот это вот ощущение, да, ну, просто вот возьмет и, ну, что называется, ускорбнет от нас, вот. И поэтому, в общем-то, нежностакция цена, потому что это не восхищение, это не страсть, это не, значит, какое-то еще позитивное, позитивное чувство. Это всегда связано с ранимостей, ранимостей довольно такой, значит, серьезное, вот, такое щемяющее чувство. Чтобы это чувство испытать, нужно быть внимательным к себе, вот, в первую очередь нужно быть внимательным к себе, вот. Вот, а во вторую очередь нужно быть внимательным, конечно, конечно, к другому, вот. Нужно быть внимательным к себе и нужно быть внимательным к другому, потому что, потому что у каждого, у каждого человека, у каждого абсолютно человека, есть вот такая история, когда он, значит, ну, делает что-то, когда человек проживает что-то, вот, но при этом это что-то отличается феноменологической ценностью, феноменальной, точнее, ценностью для человека, отличается необычностью этого переживания и отличается своей такой, если угодно, робостью. То есть, таким, таким, таким подсознательным ожиданием того, что это как-то осудят, того, что это как-то вот уберут, того, что это как-то забьют, объяснят и так далее. Это можно заметить в себе и, в общем-то, ну, транслируя, транслируя это, можно вызвать нежность у другого человека, и это же можно заметить у другого. То есть, для того, чтобы испытывать нежность в путь к тому, чтобы испытывать нежность к своему партнеру и, в том числе, к себе, нужно замечать вот эту вот ценность, потому что градация ценности того, что мы делаем, она существует, она различается, она неоднородна очень по своей структуре, в принципе, и вот такие, ну вот, в таких, в такие моменты, в такие моменты или в таких моментах, ну, как вот моменты нежности. Человек чаще предпочитает уйти, предпочитает избежать этого, лишь бы вот не замещать в себе эту историю, потому что это угроза, потому что это угроза. Вот, причем эта угроза может быть, это угроза взаимная, угроза со стороны того, кто проявляет нежность, и угроза со стороны того, кому проявляет нежность, все здесь связано с угрозой, то бишь с уязвимостью. Путь к нежности, это путь через принятие своей уязвимости и не избегание ее, ага, отказ от культивирования силы, культивирования маскулинности какой-то, вот, причем это характерно как для мужчин, так и для женщин, здесь идет речь не о маскулинности и силы гендерной, здесь идет маскулинность и силы такой общечеловеческой, общесоциальной, что свойственно вообще всем людям. Таким образом получается, что выразить нежность человеку может быть угрожающим для меня, потому что я в нем заметил нечто особо ценное. Вот. И проявление нежности другому человеку может быть угрожающим для него, потому что у него, заметили, вот это вот что-то особо ценное, вот. И сейчас с этим будут что-то, что-то делать, ну, что-то, что-то делать нехорошее. Вот. То есть это для того, чтобы проявить нежность нужно, чтобы и тот, кто проявлял ее, и тот, кому ее проявляли, как-то вот не избегали уязвимости. Что меня могут в этом зайти, потому что, знаете, парадокс заключается в том, что нежность вызывает то, что редко. Если что-то в человеке будет появляться регулярно, нежности к этому уже, скорее всего, не будет. Это будет другое чувство. Это будет чувство восхищения, это будет чувство эмпатии, это будет чувство... Чувство единства, то есть когда, да, я тоже самое. Это будет ощущение вооруживления, эйфории, искренности, искренней радости, это будет. Но не нежности. Потому что, наверное, то, на что направлена нежность, сильного проявления чувства, даже позитивного, не выдержит. Как-то так, я думаю, надеюсь, это было интересно, надеюсь, это было полезно, то, что я хотел сказать про нежность. Вот. И, в общем-то, если вам понравилась моя работа, можно поддержать меня по ссылке в описании. Буду очень благодарен. Вот. Всем удачи, всем добра.